МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Николай Николаевич, добрый вечер. Здравствуйте. Я сам живу в том районе, и, наверное, уже, можно сказать, горожане привыкли к этим перекрытиям. А тут, оказывается, страшнее просто не думали, куда еще, но будет еще страшнее. Что посоветуете, не соваться в тот район вообще? Мы надеемся, что страшнее не будет. Просто нужно заранее выбирать маршруты объезда. Город предусмотрел это, да? Да, схема объезда предусмотрена, согласована со всеми службами, в том числе и с ГИБДД. Давайте, может быть, по этапам пробежимся. Что будет с 10 июня непосредственно? С 10 июня перекрывается полностью движение всего транспорта. Сейчас у нас закрыто движение для личного транспорта уже по Ленина в сторону Московской. И предусмотрены объезды по улице Шейкмана и переулку Пестеревскому. Далее с 14 июня мы закрываем и трамвайное сообщение по перекрестку Ленина-Московская во всех направлениях. Первый этап закрытия трамвайного движения с 14 по 24 июня – это полное закрытие движения трамваев. То есть все маршруты, которые ходили через данный перекресток, они будут ходить по другим направлениям. И полностью будет закрыто движение и всего личного, и общественного транспорта. Перепуски движения пойдут по улицам Шейкмана, Пестеревскому, Репина, Попова, Охрякова. Горожане уже присоединяются к нам активно. По телефону 222 0041 присылают нам вопросы. И, конечно, те, кто живут там и работают в центре, они переживают. То есть это значит отсекается трамвайное сообщение по проспекту Ленина, как минимум до Луначарского. Получается, ни автобусы, ни трамваи. Или это в комитет по транспорту? Нужно вопросы адресовать. Движение автобусов, оно сохранится. Просто будут перенесены остановки общественного транспорта с Ленина, где транспорт ходить не будет, на улицу Хохрякова. Ну и, соответственно, организованы остановки дополнительные в районе Дворца молодежи. Следующим этапом производства работ у нас будет закрыто движение по существующему участку Верхесецкого бульвара. С 1 июля мы запустим движение транспорта по новому участку переулка Пестеревского, который у нас выйдет на Верхесецкий бульвар. За Дворцом молодежи. За Дворцом молодежи, да. И дальше он соединится с новым участком улицы Репина, который выйдет к Верхесецкому бульвару, вот в районе соединения Верхесецкого бульвара и переулка Пестеревского. А визбульвар с Репина, это вот прямо так и называется улица соединительная? Нет, это пока рабочее строительное название. Это будет продолжение улицы Репина. Этот участок когда будет открыт? Этот участок будет открыт с 1 июля. А дальше что к соединению проспекта Ленина и Татищева? Это же тоже отдельный блок? Да, вообще все эти работы затеянные ради того, чтобы у нас соединилась Ленина с Татищева. Появилась новая транспортная связь центра города с Верхесецким районом. А я думаю, чтобы разгрузить вокруг центрального стадиона. Соответственно, это уличная дорожная сеть, да, все вместе. Она разгрузит и все движение вокруг центрального стадиона. И кроме того, даст дополнительные маршруты общественного транспорта, максимально приблизивая их к центральному стадиону. Соединение Ленина и Татищева. Раз уж вы говорите, это была главная причина. Вот сейчас на виду то, что в районе Ленина-Московской видно, как активно укладывают уже подушку. Я так понимаю, скоро начнут асфальтировать. Поправьте мне, если не так. Но я выходные был с другой стороны. Где улица Мельникова и Татищева уже пересечения. Но там-то, я не знаю, узкая очень часть, это будет как-то расширяться. Или все, вот с Ленина выехали и опять в узкое горло заехали. Да нет, у нас улица Татищева будет в параметрах главного проспекта. В продолжении от Ленина, да, вот ее обходя Вечный Огонь, и до улицы Красноуральской. То есть с учетом пересечения улицы Токарей. Они будут равнозначными? Равнозначными, да. И когда это все планируется сделать? Окончание работы у нас планируется в 2017 году. А сейчас мы говорим про реконструкцию Ленина-Московской и прилегающих к нему улиц. То есть это новый участок переулка Пестеревского, новый участок улицы Репина. Ну и реконструкция всех этих узлов прилегающих. Насколько можно верить средствам массовой информации, которые сегодня активно пишут, что за лето вот этот блок работы Ленина-Московской будет закончен? 1 сентября хотя бы, когда детей повезут в школу, вздохнут жители района? Значит, все работы в квартале улиц, которые прилегают к перекрестку Ленина-Московской, и само движение по Ленину-Московской мы восстановим к 15 августа. Ну и соответственно, на участках переулка Пестеревского по Московской до Попова, и по Ленина до нового участка улицы Репина. Давайте отвечать на вопросы горожан. Галина Викторовна спрашивает, что будет рядом с домом номер один по улице Малышева. Будет ли там расширяться дорога, и будет ли тротуар ближе к дому? Это иной участок работы. Да, эти работы тоже входят в наш общий проект, улично-дорожная сеть, прилегающая к центральному стадиону. Но эти работы у нас... Мы начнем в этом году, закончим их в 2017-м. У нас масштабная реконструкция, также предусмотрена перекрестка Малышева и Репина. А кольцо вот это с газонами, с красивыми, где сейчас футболисты стоят, оно останется? Ну, сейчас там нет кольца. Ну, вот, да. Этот участок, он тоже видоизменится. Евгений очень переживает за деревья, которых вырубили, в общем-то, немало. И в районе самой Стеллы, и за дворцом молодежи в парке. Вам вопрос? Ну, конечно, деревья, те, которые вырубили, их уже не вернешь. Но планируется у нас довольно масштабная высадка новых зеленых насаждений. У нас прекращает свое существование участок Верхседского бульвара от нового пересечения с переулком Пестеревского до дворца молодежи. Там будет новая аллея организована, пройдет новая высадка зеленых насаждений. Пешеходная зона? Да, это будет прогулочная пешеходная зона. И такая же прогулочная пешеходная зона у нас будет восстановлена, вновь организована на участке существующей улицы Репина, от улицы Попова до Вечного огня. Виктор Иванович переживает, что происходит в непосредственной близости от домов по отчетной стороне проспекта Ленина. Не означает ли это, что туда будут переносить трамвайные пути? Что вообще будет с трамвайными путями в этом районе? Нет, трамвайные пути останутся на прежнем месте, те, которые сегодня есть. Единственное, мы поменяем радиусы поворотов. И в связи с этим нам предстоит и перекладка трамвайных путей. И у нас появится новое сообщение трамваев в будущем по улице Татищева. Сейчас трамвайные пути через перекресток Ленина-Московская в направлении Татищева будут проложены. Но пока движение трамваев там осуществляться не будет до завершения всех работ по улице Татищева. Вы можете сейчас сказать, когда это еще все только обсуждалось и были споры, надо ли, например, там строить пешеходный подземный переход, говорили про то, что вот эта реконструкция позволит ускорить, повысить, так скажем, скорость прохождения транспорта. Да, это будет в результате всех замечательных работ и реконструкций. В итоге, по многочисленным просьбам граждан и по обсуждению на общественных советах города, очень много общественников выходило с предложением, что не нужно строить подземные пешеходные переходы, пешеходы должны ходить удобно в одном уровне. Соответственно, и вообще прерогатива города – это дорога пешеходам и дорога общественному транспорту. Поэтому было принято решение, опять же, с целью экономии бюджетных средств, было принято решение не строить сейчас подземные пешеходные переходы, потому что особой необходимости в них нет. Метро, к сожалению, у нас пока откладывается на неопределенный период времени. Выходы подземные, да, они в основном были необходимы для будущей ветки метрополитена. Но вот сложив все эти факторы, решили, что пока необходимости остров в подземных пешеходных переходах нет. И были внесены изменения в проект. В итоге сейчас подземные пешеходные переходы строиться не будут. Но, тем не менее, вся интенсивность транспорта, она проанализирована. У нас построены модели движения транспорта, но и они оптимизированы, конечно, будут. Ну что ж, будем надеяться и верить, что вздохнем и будет только лучше, и что все это во благо. Спасибо вам огромное. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был председатель комитета по строительству администрации Екатеринбурга Николай Сметанин. Спасибо и до новых встреч.